В Кировской области может появиться IT-кампус, другими словами, городок для программистов. Об этом рассказал министр информационных технологий области Александр Зорин. Он отметил, на территории этого городка планируется создать бизнес-инкубатор и центр разработок ведущих IT-компаний. С организациями сейчас ведутся переговоры. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Собрали детей в школу и устроили для них праздник. В Кировском дворце творчества «Мемориал» сегодня прошла акция, приуроченная ко Дню знаний «Подари детям радость». Мероприятие для 25 детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, провели полицейские совместно с представителями общественного совета. В ходе праздничной программы для маленьких гостей были проведены небольшой концерт, костюмированные игры и чаепитие. После будущим первоклассникам подарили школьные принадлежности. 29 августа в Кирове начнутся первые осенние субботники. С граблями и лопатами в город активисты планируют выйти в 9 часов утра. Убирать мусор, ветки, скошенную траву, а также подметать дорожки в эти выходные кировчане будут в сквере у кинотеатра «Дружба» и в парке «Победы». Следующие субботники в городе пройдут уже в первых числах сентября. Все активисты собираются привести в порядок зеленые зоны по всему городу. Прибирать Киров волонтеры пообещали до конца сентября. Присоединиться к акции чистоты могут все желающие. Кировская область получит субсидию на борьбу с безработицей. Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Свердловской и Кировской областям финансовой помощи. Общий объем средств превышает 350 миллионов рублей. Однако Кировская область получит около 110 миллионов рублей. Документ уже опубликован на сайте правительства. Субсидии должны помочь предприятиям, на которых сложилась трудная экономическая ситуация. В первую очередь речь идет о предприятиях Уралвагонзавод, Кировский машиностроительный завод имени 1 мая и Кировский завод по обработке цветных металлов.